Несмотря на то, что на этикетке указано 9,9, на самом деле это 15 лошадиных сил. И если вы перепутаете высоковольтные провода, надев на верхний, нижний и наоборот, нас часто спрашивают, какой винт поставить на 9,8, чтобы лодка полетела. Уже можно выбрать шаг от 8 до 12, и здесь уже существенно... Парни, всем привет! Вы снова на канале «Мужские игры. Техника для увлеченных». В прошлом видео мы с вами разговаривали про лодочные моторы «Гладиатор» 9,9 и 9,9 PRO, их отличия и сходства. Если вы еще не видели данное видео, ссылка будет в описании. Сегодня же мы с вами поговорим еще об одном интересном вопросе, которые нам часто сдают покупатели. Это лодочные моторы 9,8 и 9,9. Разница минимальная, но на самом деле две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. Про эти лодочные моторы мы с вами посмотрим на примере лодочных моторов китайского производства «Сианова» 9,8 и 9,9. Сходства, отличия, какой мотор выбрать именно вам и для чего они могут вам пригодиться. Ну что ж, давайте начнем свой обзор от данных лодочных моторов с общей информацией. Лодочные моторы «Сианова» имеют трехлетнюю гарантию. Покрашены ранее они были в серебристый цвет, как мы видим на моторе 9,9. С этого года они идут в более темном цвете. Лодочный мотор 9,8 «Сианова» является копией лодочного мотора «Тахатсу 9,8». У него 169 кубов объем двигателя. В своем комплекте он имеет выносной бак на 12 литров, шланг, груша, инструкция по эксплуатации, ремкомплект, чека безопасности. Лодочный мотор «Сианова» 9,9 скопирован с лодочного мотора «Ямаха-15». Китайцы не ограничивают мощность своих лодочных моторов, поэтому, несмотря на то, что на этикетке указано 9,9, на самом деле это 15 лошадиных сил. 246 кубов, в комплекте идет 24-литровый выносной топливный бак, ремкомплект, так же как и у 9,8, инструкция по эксплуатации, чека безопасности. Лодочный мотор 9,8, как я уже говорил ранее, имеет объем 169 кубических сантиметров, при этом весит 26 килограмм. В принципе, еще очень даже носибельно, даже одному человеку не сильно богатырского телосложения. Кроме того, данный мотор оснащен винтом шагом 8,5 дюймов, который может вывести на глиссирование лодку общим весом до 300 килограмм. Сюда входит вес лодки, вес мотора, бензин, всей поклажи. Это все суммируется. Кроме того, лодочный мотор 9,8 имеет в своей конструкции уже два цилиндра, что позволяет ему работать более плавно, чем, допустим, если сравнивать с одноцилиндровыми 5 лошадиными силами мотора. Расход топлива на лодочном моторе 9,8 порядка 3,5-4 литров при полностью открытой дроссельной заслонке. И, кроме того, данные лодочные моторы подходят для лодок от 3 до 3,5 метров примерно. Лодочные моторы 9,9 имеют в своей конструкции 246 кубических сантиметров объем, как уже сказал ранее. При этом вес 36-38 килограмм, который уже на грани носибельности для одного человека. То есть иногда для переноски данного мотора в пространстве вам может потребоваться тележка, ну, либо помощь друга или боевой подруги. Далее, значит, расход топлива у данного мотора при полностью открытой дроссельной заслонке уже составляет от 4,5-5 литров в час, соответственно. Кроме того, в своей комплектации они имеют винт 11 шага и усиленный дейдвуд. И подходят данные моторы для более тяжелых уже лодок, скажем так, от 3,5 до 4-4,5 метров. И, соответственно, может данный мотор вывести на глиссирование общий вес, который составляет порядка 450 килограмм. Ручка переключения у мотора 9,8 находится сбоку от корпуса. На моторе 9,9 она вынесена вперед. Топливные коннектора и чека безопасности и у того, и у другого мотора подходят от Yamaha 9,9-15. Среди отличий стоит отметить то, что у лодочного мотора 9,8 идет одна высоковольтная катушка. И если вы перепутаете высоковольтные провода, надев на верхний, нижний и наоборот, то ничего страшного не произойдет. У лодочного мотора 9,9 идет две катушки. Поэтому критично подбирать под каждый цилиндр свои высоковольтные провода. Лодочный мотор 9,9 имеет три режима мелководия и систему подъема, сходную с мотором Yamaha 9,9-15. Лодочный мотор 9,8 имеет два режима мелководия и систему, сходную с лодочными моторами Tahatsu. Кроме того, еще хотелось сказать о выборе винта. Нас часто спрашивают, какой винт поставить на 9,8, чтобы лодка полетела. Мы говорим, ответ один. До мощности моторов 9,9-15 выбор винта практически является необязательным. На лодочные моторы 9,8 можно предложить три разных винта, но перебор их к увеличению скорости или увеличению какой-то существенной полезной массы, выводимой на груз, к сожалению, не приведет. Винты, которые можно подобрать на лодочный мотор 9,8, это шаг 7,5-8,5 и 9 дюймов. И, соответственно, они идут 12-шлицевые. У лодочных же моторов 9,9 уже можно выбрать шаг от 8 до 12-го. И здесь уже существенно можно увеличить скорость или полезную массовую вводимую на глиссирование. Восьмой винт – это грузовой, соответственно, винт. Он выведет большую массу на глиссирование, но потеряет скорости. А 12-й – это скоростной винт, который может развить большую скорость при облегченной лодке. Кроме винтов и ГСМ, вы всегда можете в нашем магазине доукомплектовать свой мотор тахометром со счетчиком моточасов и чехлами для перевозки вашего лодочного мотора как в черном, так и в камуфляжном цвете. Ну что ж, давайте подводить итоги по данным моторам. Я бы так сказал, что лодочный мотор 9,8 – это компактный мотор малой мощности, который подойдет для небольших лодок, для людей, которые не хотят переносить тяжелые моторы, для небольших водоемов, маленьких озер или небольших рек. Лодочный мотор G9,9 – предназначен для более тяжелых условий, для больших каких-то водохранилищ, для больших рек, и подойдет для людей, которым нужно перевозить большие грузы на немаленькое расстояние. В заключении хотелось бы сказать, что данные моторы и товары вы можете всегда приобрести в нашем магазине, куда я вас приглашаю, приехать лично или перейдя по ссылке в описании. Делитесь данным видео, составляйте комментарии, какие у вас моторы и для чего вы их используете. Всем всего доброго, до новых встреч, 7 футов под килем.